всем привет итак продолжаю доделывать баскетболиста так что в этом ролике нужно сделать сделать раскрасить именно ну форму раскрасить кроссовки и вот что еще хотелось бы сделать это значит добавить ему волосы давайте n английская выбираем нашего персонажа control маскируем вот эту часть где у него должна быть шевелюра вот так как это чуть-чуть еще вот сюда control alt уменьшаем и вот чтобы вот этот волос на ухо не наезжал когда здесь будет складка будет очень нехорошо вот так ну и сзади чуть-чуть на побольше убрать так и control чуть-чуть мазнуть еще добавляем значит нашему персонажу что добавляем волос и уши потом на подправить на будет так это у нас fiber mesh открываем находим что-то этакая кучерявая ну давайте вот этот так ли бог закрываем идем модифаерс настройки и вот эту часть понижаем это значит кучерявая пышность и вот эта часть размер толщина так это значит еще уменьшаем смотрим что тут вообще о не понял и снизу а там маска было значит так нажмем ацепт и удалим вот это все дело дэвид окей так м панели опять наш персонаж да вот на ногах тут еще control alt маска ну повторяем где так модифаерс fiber mesh так одежда что-то кучерявая путь не найти так это значит прямой вот это должен быть вроде как кучерявый давайте вот этот о колома так где тут размер вот она размер у нас так еще немножко уменьшим но это слишком мало будет прибавим еще раз прибавим но это многовато толщину уменьшим вот это уже я думаю будет нормально ну и делаем что делаем ацепт да ого 392 тысячи полигонов вот этот волос выглядит да он конечно классный да все зашибись вот такая волосня у него ну давайте чуть-чуть попробуем понизить тут зеремеш не прокатывает а дайна меш если делать то он его просто превратит чуть-чуть вот в такую гадость control z значит чуть чуть побольше делаем полигонаж мне надо чтобы просто были кучеряшки сейчас до миллиона ну вот что-то этакая что-то в таком духе ну вроде кучерявый теперь значит мог оположи x симметрия и все это дело чуть чуть вот так это уменьшаем это приподнимаем вот так вот это что-то вот идет гадости какие-то нужно подкорректировать и увезти вот эти вот кусочки или лучше чтобы они с персонажем слились после дайна меша вот волос есть же нормально где-то что-то сейчас уберем сольется теперь н панель значит выбираем нашего персонажа я хочу ему уши более-менее ну как бы реалистичные сделать скулу еще сейчас надо будет пролепить вот эту штуку над глазами века так опять же браш опять же автомаскинг бак face mask и вот так на двоечку интенсивность выглаживаем и делаем вот эти мешки и делаем вот эту скулу пролепливаем так теперь добавляем мышцу здесь где нос выводим их губе все это дело выглаживаем чуть-чуть мышцу накидываем на челюсть снизу дорабатываем нос они у негров такие широкие его так что еще ну давайте чуть-чуть вот эти веки сделаем побольше по мультяшному таком шрифтом так под анимацию рот готов немножко давайте с ухом еще поработаем здесь добавляем внутреннюю вот эту часть уменьшаем еще дровсайз кисточку через альт чуть-чуть все это дело здесь пролепим выделим значит мочку ухо вот эту часть а эту часть чуть-чуть через альт вам не сделаем переход словом вот это потом все теперь закидываем вот эту часть так здесь чуть-чуть тоже накид у негров уши в принципе толстые вот эту часть можно еще немножко подкорректировать есть такое делаем но уха у него остро вот это я хочу чуть-чуть квадратным сделать но уши у негров тоже большие кстати так это чуть-чуть вниз чуть-чуть выравниваем ну такая получается штукинцы так ну вот что-то этакая с ухом у меня будет модель низко полигональная поэтому я вот какие-то детали не хочу слишком проделывать потому что после понижения полигонажа все равно это исчезнет так ну так общие форму вот можно там наметить там дырку для уха так еще что хотел сделать хочу вот эту челюсть так вот эту челюсть чуть-чуть вперед горло чуть-чуть подать пониже туда так челюсть чуть-чуть сделать побольше и нос наверное вот этот нос и брови чуть вперед вот что-то в таком духе я представляю так рот подправляем ну Угу. Вот. Майкл Джордан. Все. Вроде бы нормально. Так, давайте еще вот что. Плечи, плечи, плечи. Наверное, чуть-чуть их. Да, чуть-чуть их еще больше сделаем. Вот так вот. Ну и красим теперь шмотки. Так, это значит текстура. Импорт. И здесь у меня где-то скриншоты. Это так. Вот это вот. Текстуры. Включаем эту текстуру и нажимаем вот этот значок. Появляется у нас глаз. Вот эта функция уменьшает. Эта функция перекручивает. Здесь значит, вот эта функция прозрачность, яркость. Ну как, четко сделает больше яркости. Вот пока вот так уменьшим прозрачность. И что еще хотелось бы сделать? М переключится на майку. Теперь уменьшаем нашу вот эту, значит, картинку. Z отключаем глаз. Alt приближаем нашего персонажа. Опять же Z включаем глаз. Увеличиваем нашу картинку. Так. Еще делаем ей скаю. Угу. Теперь скаю поменьше. Что-то где-то потом дорисуем. Это уже не проблема. Так. Еще уменьшаем. В принципе, нам нужно вот эту вот штуку поймать. Вот так. Ну а потом номер. Так. Ладно. Давайте экспериментировать. Майку квадратную делать неохота. Потом вминать ее. Делаем одну сторону. А потом зеркалим. Так. Это значит. Ну что-то в таком духе. Так. Делаем четкость. Z отключаем глаз. Draft Size поменьше. Ставим кисточку Standard. Переключаемся на RGB. ZAD отключаем. И все это дело без симметрии. Просто рисуем. Нам нужен пока цвет. Так. Ctrl D. Ctrl D. Делаем побольше дивайдов. Делаем геометрии. Делаем геометрии. Делаем геометрии. Переключаемся на белый материал. Ставим значит C. Давайте всю майку сначала закрасим. А потом уже будем какие-то детали значит все наносить. Так. Майку закрашиваем. Есть такое дело. Теперь N штанишки. Делаем Dynamesh. Побольше. Закрашиваем штанишки. Тоже в этот цвет. Ну вроде нормально. Так. Теперь текстуры. Еще одну текстурку нужно подгрузить. Это значит по прошлым роликам. Текстура цвета кожи. И раз это негр. Ну давайте его вот. Reset. Н панель. Вот включим негра. И какие-нибудь цвета нанесем. Посмотрим теперь вот один цвет. Второй. Ну вот этот цвет наверное будет нормальный. Где на голове. Да. Вот мы теперь негра красим. Все отключаем. Смотрим чтобы все было закрашено. Так. Теперь волос. Волос у нас будет черный. Отчего он не хочет краситься. Тека сделаем мы ему давайте дубликат. Теперь вот этот дубликат. Сделаем в геометре. Сделаем ZRMS. И так. Получилась вот такая шняга. Ctrl D, Ctrl D. И делаем Projectal. Опять 104 тысячи полигонов. Вот чем этот Fiber Mesh. И плоховат. Так. Ctrl Z. Давайте вернемся вот в эту значит штукенцию. Смотрим поле F. Теперь деформация. Делаем Inflat. Вот. Поднадуем. Теперь делаем The Plugin DeciMate Master. Ставим вверху на сколько процентов уменьшить. Так. Теперь Project Process Current. Анализация Mesh. The Plugin. И теперь DeciMate Current делаем. Вот такая шняга. Ну 35 тысяч полигонов. Попробуем теперь в геометре сделать Dynamesh. Бай-бай-бай-бай. Делаем теперь побольше резолюцию. Короче получается вот такая вот шняга. Ну 23 тысячи полигонов. Давайте нижний теперь спроецируем Projectal. Ну чтоб хоть какие-то кучеряшки получились. блендер. блендер в принципе можно сделать как еще доработать ее. Но она не красится. Ей надо назначать в блендер материал. Такая штука. Ладно с волосом пока погодим. Это значит Delete ОК. Пусть повисит теперь что у нас получается носки. Носки у нас пускай будут белые сероватые такие так туфли ну пусть тоже наверное будет или красные может сделать так N панель обувь так как этот цвет будет смотреться нет делаем значит тут идет ну в принципе такой получился цвет так Z отключаем подмайку вот это будет нормально бомба геометри модифит аппози мира N12 так вроде все покрашено так и теперь нам нужны нужны вот эти надпися значит N штанишки открываем и вот эту часть верхнюю маскируем делаем Ctrl I и закрасим ее тоже в такой цвет так теперь нужно немножко C и подкорректировать эту полоску вот так вот Shift Z ну вот эти штанишки выберем слева которые так и немножко покрасим так X симметрию отключаем красим вот эту сторону вот так и красим вот эту сторону главное где рисунок вот этот так смотрим ага вот здесь уже Ctrl Z Shift можно просто дорисовать вот эту 22 сюда вот так вытягиваем перекручиваем и вот сюда ее подставляем нормально тактиль C и кое-где вот этот подкрашиваем вот эту кромку здесь вот растяжение всегда получается если вы вот так рисуете то вот здесь будет на этой части растяжки вот эти поэтому нужно их как бы подгадывать чтобы они более-менее как бы состыковывались что ли так D делаем C уменьшаем кисточку и здесь вот можно немножко округлить дорисовать опять же повторюсь что рисовать бывает неудобно вот кисточку мышкой так а вот здесь значит C и округляем вот так так теперь C делаем вот этот ремешок ну так я думаю что станишки прямо неплохие так штанишки то есть а вот теперь с майкой надо поработать майка будет чуть-чуть посложнее прибавляем майку shift z z перекручиваем назад уменьшаем подгоняем увеличиваем тут у майки вы видите что есть вперед и есть зад d так ну давайте попробуем как бы рисунок поймать 22 это это и так можно нарисовать нам понадобится именно вот этот рисунок а рисунок нужно будет перекручивать так так теперь увеличиваем контрастность z отключаем пускай x симметрия свет подбираем в принципе неплохо получилось и четко так теперь аллигатор название нам не надо я его не хочу вот так вот подкрашиваем вот это части которые не закрасились теперь делаем c и вот это все дело можно дорисовать так ставим поближе уменьшаем кисточку и теперь так c выбираем синий цвет и вот так все это дело здесь стараемся сделать правильной формы короче вот так вот классно теперь что нужно сделать чтобы все это не испортить маскируем делаем shift z z подкручиваем вот так ставим так ставим что у нас тут прозрачность ставим вот она прозрачность находим приблизительно середину что-то вот в этом духе прибавляем теперь контрастность и рисуем цифру 22 без симметрии ну ничего так прикольно выбираем значит c цвет вот этот оранжевый и попробуем так иксиметрия сразу чтобы потом не зеркалить вот этот кант провести так то не зеркалить иксиметрия так как так толсто тоже не надо делать давайте чуть-чуть потом все это дело заделаем так control z рука не туда пошла так теперь цель вот эта часть тоже нужно подкрасить вентилятор выключила не знаю шум от него был нет ну жарко безвозно так теперь что здесь просто рисунок здесь ничего не надеюсь конечно можно еще два полосу сделать как есть такое дело почему здесь ну да здесь белая там желтая ваще стыковка теперь нужно задний вот этот план сделать чтобы ничего не нарушить давайте так вот замаскируем пол спины и нам тут понадобится чисто название и номер shift z увеличиваем подгоняем уменьшаем опять прозрачность в смысле четкость чуть чуть выше поднимаем прибавляем четкости метрию отключаем кисточку побольше и вот сын коренка но чем коренка но он зона снега надо вот с этим делом тоже разобраться так уменьшаем снимаем маску и дорисовываем вот эту вот недостаточную картинку значит c здесь чуть-чуть можно округлить а здесь вот эту часть округлить вот так так x симметрия теперь понадобится теперь значит c танки такой округление и здесь вот так в принципе нормально может что тут у нас ссылка венка ножка за портачился так вот такой получился шинкаренко классный пацан так теперь что еще давайте обувь что тут обуви хочется сделать это значит первое тоная подошва да как поднимаем выравниваем и теперь подошва должна наверно быть серая не черная даже это значит обувь их симметрия и погнали вот как-то аккуратненько это ну так вот можно сначала побольше здесь пройти зацепить даже вверх так вверх даже можно зацепить драться чуть побольше и вот так всю эту подошву закрасываем кроссовки кстати вот эти будут отдельно закинуты 359 тысяч полигонов у них вот у этих кроссовок надо тоже с этим делом как-то порешаться чтобы они в хлам не превратились когда полигонажем буду менять так какие у нас там цвета да давайте c вот это вот если вдруг что-то с кроссовками такое произойдет что там слов не будет видно ну хотя бы чтобы цвет был раскрасываем кроссовки были то так здесь значит проводим кантик и вот здесь чуть-чуть это подгоняемся так что еще тут так обрисовываем кант так что так что Спасибо. Кроссовки вроде как-то нарисованы. Что еще сделать? В принципе, персонаж готов. Назад-то не надо эти, наверное, делать. Так, Shift-Z. Да, у труселей вот этого нету. Ну, заднего. Только спереди цифры. Угу. И так вот получился вот такой вот персонаж. Можно, конечно, еще... А, вот, давайте ему еще. Так, 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 так. Я хочу ему, наверное, еще руки заменить. Ну, в смысле, кисти рук. Н персонаж. Так. 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 Делаем дубликат. Так. Дубликат нашего вот этого негра. Так. перекручиваем. Так. Перекручиваем. Корректируем. Чтобы потом лучше удобно было кости вставлять. Так. Так. Поближе. Ну, что-то в этом духе. накладываем как и наверно вот эту кисть чуть-чуть и так вот вы тем же пальцы по длине были так вроде бы еще немножко подкрутить подогнать смотрим что-то как установилась ну вот это получено рука тут немаленько может у кисть побольше сделать а ну-ка экспериментируем делаем skype подгоняем чуть повыше отсюда смотрим ну а здесь не проблема все это делаем мофта положи подтянуть вот эту часть на руку накидываем чтобы не было дырок так как показать вот кого чтобы не было брошу а потом будет дай нам и что-то возможно образуется какая-нибудь ну какой-нибудь казус и потом придется до лепливать накидывать чтобы вот это все заполнить так что побольше отсюда заводите руку где-то сразу корректировать так вот такая штука теперь делаем control в нажимаем на кисть персонаж наш исчез делаем геометрии дел хиддин мира м2 м и раскрашиваем наши руки кисточка стандарт икс и метрия и все это дело красим итак получился вот такой баскетболист для будущих анимаций кстати когда доделаю вы этот эту эту модель можете скачать просто так в группе вконтакте или в описании выложу под каким-нибудь роликом все всем пока до свидания анимаций